добрый день веселая минутка на дворе май месяц хорошая погода легкий ветерок а у нас передачи фильм внутри дэйзи ковер у нас его принято в русском дубляже озвучивать как внутренний мир дэйзи ковер но у нас как-то вот любят облагораживать название в этом плане но честно говоря фильм называется просто inside дэйзи ковер внутри дэйзи ковер фильм соответственно 65 года вот режиссера роберта малигана и продюсера алана паку а он паку как вы знаете потом стал известным режиссером а вот тогда еще по молодости лет ну как кому там 40 с плюсом было вот он продюсировал такие фильмы как например убить пересмешника с грегори пэком вот и снимал убить пересмешника то же самое роберт малиган кроме того они еще сняли такой фильма любовь с подходящим незнакомцем где со стивом макуином зажигала такая известная в узких кругах звезда голливуда как наташа захарченко натали вот и соответственно и и и взяли на главную роль фильме внутри дэйзи ковер к фильму внутри дэйзи ковер предъявлялись какие-то очень интересные претензии после его выхода например говорили что один странно что 27-летняя натали вуд изображает там 15 17 летнюю девочку вот я честно говоря вот помню еще один такой известный в узких кругах ну теперь после того как его запретили везде где только можно фильм унесенные ветром где английская актриса вивен ли исполняла во первых она играла соль американской земли во вторых ей было 26 и играла на 16-летнюю скарлет ухару почему-то никто не возникал ну видимо просто дело в том что фильма внутри дэйзи ковера он немножко скажем так критикует голливуд а голливуд очень не любит когда его критикуют и соответственно журналисты начинают работать в определенном ключе вот поэтому например тот же фрэнсис ворд копола вырезает голливудский сегмент из романа крестный отец вот такие вот моменты поэтому вся пресса травит фильма шоу girls но там правда не голливуд там лас-вегас но тоже люди они все близкие они там все все вась-вась вот и не любят когда на них наезжают ну вот а фильм внутри дэйзи куэр он начинается с того что маленькая 15-летняя девчонка из калифорнии с побережья атлантики дворовые девчонка ну из тех людей которые вот во времена великой депрессии смотрим фильм сразу грозди гнила до роман читаем доехали до калифорнии да и остались жить там в деревянных сбитых из досок вагончиков с пол сумасшедшей старенькой мамой вот зарабатывая на жизнь какую-то фигню это мелочевкой там я не знаю вот вот она мечтает стать звездой звездой мюзиков звездой певицы она поет там и так далее у нее как бы все получается и замечает хороший продюсер один из величайших голливуде вот и последние кадры фильма как девочка это спустя пару лет на протяжении минут 15 и пытается запихнуть башку в газовую плиту ну потому что она стала звездой она добилась чего она хотела вот между этими двумя моментами и и протекает фильм внутри дэйзи ковер вот и вдруг выясняется внезапно да что стать звездой вы извините за такое разрешение но вот она к сожалению лучше лучше не нашел а вот стать звездой это не купаться там в деньгах шелках вот еще в чем-то нет это до вечера впахивать выполнять условия контракта наплевать абсолютно на свою всякую личную и прочую жизнь вот это вот прелесть конечно тут продюсера этого вот слона до который и ведет играет актер кристофер пламя известны нам очень по многим фильмам очень по многим ну я не знаю что тут можно от ватерло до возвращения розовый пантера там ну господи до фильма стар крэш простите за выражение замечательный каролин муро это вот ржака безумного совершенно но кристофер пламяр очень известный актер вот здесь он сыграл как образ такой знаете что-то нечто среднее между героем али пачино из адвоката дьявола и вячеславом тихоновым на которого он просто местами очень внешне похож а вот а так он играет именно дьявола такого именно вот из этой вот серии это дьявол из адвоката дьявола до али пачино или это дьявол там и встретила баудрус гейта например двадцать третьего года там есть замечательный человек вот дьявол смысл рафаил вот он очень похож на кристофер пламяра вот и риторика там очень похожие все только маленькое отличие стоит в том что кристофер пламяра игра играет не некая мистическое какое-то существо до фэнтезийное а абсолютно нормального земного человека голливудского продюсера который ничем не лучше любого дьявола а может быть и хуже вот я не буду как бы вам рассказывать да вот как какие там эпизоды отыгрывает пламяр как он там замечательно совершенно выглядит вот как он это потрясающе все делает вот соответственно ему ассистирует актриса кэтрин берт который играет его жену они как бы составляют в парочку дьявол до который наседают вот на эту девочку да и начинают выжимать из нее соки причем герой пламяра ей говорит сразу буквально что девочка мы на тебе будем зарабатывать бабки он не говорит что мы хотим тебя сделать звездой чтобы там самореализовалась там еще что-нибудь нет мы хотим на тебе заработать денег и вот происходит некоторые там события перипетии навязчивый пиар раскрутка новой звезды когда публику просто ставят перед фактом что у вас уже новая звезда да то есть там не проводится запросы там не смотрят удачно неудачно там она выступила где-то еще что-то нет все пулику это навязывают потребление да то есть вам говорят что это уже звезда хотите вы этого или нет не важно что вы об этом думаете в уже и и должны признавать за звезду а вот должны как бы и поклоняться и потреблять 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 ее контент ну вот потом следует забавный эпизод конечно же женитьбы этой маленькой девочки на роскошном герое роберта редфорда вот который здесь сыграл свою третью роль в кино насколько я понимаю а вот и там был такой небольшой конфликт дело в том что по оригинальной пьесе герой редфорда был гей а вот и когда он узнал что он гей естественно это была трагедия она с ним развивать но редфорд все-таки настоял что он должен быть бисексуал чтобы хоть какое-то сопереживание было и какое-то взаимное притяжение было между ними да то есть а то так просто понять почему ну понятно что она маленькая дура ну что чтобы за геи выйти замуж это надо быть совсем маленькой вот ну такие вот эпизоды редфорд роскошен здесь замечательно он играет такую овощеную американскую такой вот именно звезду уже состоявшиеся да вот это то чем предстоит стать вот этой девочки лицемерной вылизанной тварью вот в общем здесь много всего интересного вот потом у девочки умирает мама вот которую играет актриса руд гордон который за этот фильм получила ну начинала на бродвее там еще в начале 20 века за это фильм она получила второй свой золотой глобус и вторую номинацию на оскар первую она выиграла вот за этот фильм нет на оскар не натянула но тоже хорошая роль а вот ну и соответственно да кстати забыл сказать автор сценария гейвин ламберт это тоже англичанин который писал очень много про голливуд писал сценарии вот для голливуда и так далее и тому подобное в частности он автор биографии на толливуд вот но она толливуд мы все знаем возрасте 43 лет ну я не буду описывать ее карьеру соответственно кинематографическую фильмографию она начала сниматься в возрасте пяти лет в сорок третьем году да и соответственно вот кто и лучше мог сыграть вот такую роль несмотря на 27 лет конечно да это ужасно вот соответственно чем на толливуд которая буквально с мост самых молодых ногтей в этом бизнесе которая это все видела изнутри своими глазами вот сыграть вот эту вот карьеру вот этой девочки до которая понимает что она попала не они не в сказку а в гадюшник вот где и из нее намерены выжить все что можно до бунтарь без причины мы по они по мы посмотрим еще да мы еще не смотрели бунтарь из причины без причины великолепия в траве посмотрим обязательно вот секс и одинокую девушку мы смотрели милая комедия любовь с подходящим незнакомцем большие гонки это я думаю смотрели все все вот ну много чего метеор забавный фильм где она уже 40 почти лет снимал с шоном конри и фильм от мозговой штурм или там не знаю как можно перевести в этого выражения есть несколько всяких вариантов переводов вот на съемках которого она собственно и утонула соответственно рядом с ней в этом находились в это время и давали показания ее муж роберт вагнер тоже известный актер а также кристофер мокин который был ее напарником по съемкам вот наталья вуд наташа захарченко дочка белые мигрантов там есть есть свои нюансы там мама из барнаула папа из уссурийска там папа joint анти большевик civilian forces там собственно из воде востока эмигрировал свое время ну бог их простит вот наталья вуд а была прекрасна прекрасная женщина великолепная актриса нет что нравится в наталья вуд что но есть актрисы которым там надо смотреть на ноги например там есть актрисы с выражительным лицом абсолютно еще с чем-то вот наталья вуд когда смотришь ее фильмы всегда надо смотреть глаза вот у нее в глазах все то что она чувствует переживает то что она хочет сыграть натали была прекрасна вот и фильма внутри дэйзи ковер отличная абсолютная работа вот а также отрили отличная работа пламмера рэдфорда рут гордона кэтрин малига на покоя и всех 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 вот очень хорошее кино приятного вам просмотра еще раз повторюсь что старые фильмы со временем хуже не становится вот и смысла своего как правило не теряет всем приятного просмотра всем добра